Всем привет! Свой субботний выпуск канал «За нами уже выехали» решил посвятить олимпийскому чемпиону по боксу Данияру Илюсинову, который уже рано утром 29 апреля дебютирует на профессиональном ринге. Соперником 27-летнего Казахстанца будет не самый сильный американец Ноа Киит. Сегодня мы порассуждаем о перспективах Илюсинова в профессионалах и зададимся вопросом, а есть ли шанс, что карьера Данияра окажется ярче, чем у Геннадия Головкина. Поехали! Об этой молодой компании «Натив» мы уже рассказывали. Ребята делают крутую рекламу, вирусные ролики, нативные спецпроекты, информационные публикации, фото- и видеосъемка любой сложности, организация офлайн-акций с приглашением ведущих, невероятно красивых моделей, с написанием сценариев, пошивом костюмов, разработкой декораций, да все что угодно. Ребята возьмутся за любой объем. Социальные сети, настройка таргетированной и контекстной рекламы – это тоже к ним. В общем, если вас пугают обычные рекламные агентства, которые заряжают космические цены за непонятные услуги, смело обращайтесь сюда, под ваш бюджет разработают рекламную стратегию и эффективно ее реализуют. Эти люди не продают воздух, они приводят реальных клиентов. Ссылка на компанию «Натив» в описании. Итак, для тех, кто вдруг не знает, кто такой Даниар Илюсинов. Это один из самых ярких боксеров Казахстана последних лет. Он провел крутую любительскую карьеру, был чемпионом мира и серебряным призером мира. Неоднократно выиграл чемпионаты Азии и Азиатские игры. Вершиной карьеры в любителях стала его победа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где в финале он оказался сильнее представителя Узбекистана Шахрама Гиясова. В весовой категории до 69 кг сейчас это, возможно, сильнейший боксер-любитель на планете. Именно с этим были связаны новости о том, что Даниар планирует продлить свою любительскую карьеру до Олимпиады в Токио, чтобы стать там двукратным олимпийским чемпионом. Но планы изменились. 6 марта этого года было объявлено о подписании договора между Юлисиновым и одним из самых известных на сегодняшний день промоутеров мира Эдди Хирном. Сразу же было объявлено, что только в первый год по контракту Юлисинов проведет не меньше 7 поединков. Первый пройдет сразу в антеркарте известного казахстанцам американца Дэниела Джейкобса. Драться Юлисинов будет с 22-летним кидом, который по сути также только начинает выступать в профессионалах. На его счету всего 4 поединка, 3 победы и 1 ничья. Это откровенно проходной для Юлисинова бой, который должен позволить ему попробовать на ощупь профессиональный ринг. При этом можно быть уверенными в том, что Юлисинов будет настраиваться на досрочное завершение поединка. Начать карьеру в профи он должен максимально ярко. Хотя сам по себе Юлисинов не является панчером. Вот что он сам говорил по этому поводу. Вспомнил проголовки на Юлисинов не случайно. Хочет он того или нет, но в первые годы, без сравнения с первым по-настоящему успешным профессионалом из Казахстана, сравнению Юлисинову не избежать. И что самое интересное, на наш взгляд есть очевидные факты, которые сейчас говорят в пользу Юлисинова. У него однозначно есть шанс стать суперзвездой в США. Есть моменты, в которых уже на старте карьеры Даниэр превосходит Геннадия. Во-первых, возраст. Да, Геннадий Головкин дебютируял в профи раньше Юлисинова, в 24 года. Но где и против кого? В Германии, далеко не в меке профессионального бокса. И соперником у него был венгер Габар Балак. Сейчас этот бой даже немного стыдно вспоминать. И потом несколько лет Головкин откровенно потерял в Германии. Его дебют в США состоялся только в 2012 году, в 30-летнем возрасте. По сути, только в 30 лет Головкин начал профессиональную карьеру по-настоящему. Все-таки основные деньги и основную известность профессионалы получают именно в США. Юлисинов под опекой Хирна стартует сразу хорошо. В США в тот вечер бокса, которому будет приковано определенное внимание благодаря Даниэлу Джекобсу. И потом сразу, уже 2 июня, Даниэр снова выйдет на ринг. Соперник пока неизвестен. Но главное, что он проведет бой в андеркарте, возможно, главного супертяжеловеса мира сегодня, Энтони Джошуа, чьим промотором также является Хирн. То есть, в первых же двух своих поединках на профи-арене у Юлиусинова будет неплохая зрительская аудитория. Ему сразу дали шанс, которому Головкин пробивался несколько лет. Во-вторых, это промоутер. Можете считать нас главными ненавистниками Тома Лёфлера. В каждом своем выпуске мы это повторяем и будем повторять. Лёфлер – это не тот промоутер, который умеет делать большие поединки. Возможно, это отличный мужик, который в перспективе станет звездой в своей отрасли. Но прямо сейчас у него нет успешных кейсов. Примеров, кроме самого Головкина, когда он выводил боксеров на медийный топ-уровень. В Хирна, кроме уже озвученного выше Джошуа, есть в конюшне чемпионы мира Райан Барнетт, Халид Яфаи, экс-чемпион мира Джеймс Ди Гейл, а также известный кастанский поклонникам бокса, также экс-чемпион мира Келл Брук. Помните, он проиграл Головкину, когда его тренер выбросил на ринг полотенце? Но суть не в этом. Хирн – один из самых известных промоутеров мира прямо сейчас. Если он почувствует, что Юлиусинов может приносить хорошие деньги, он точно сможет вывести кастанца в профессиональный космос. Вот что он говорил после подписания контракта с Данияром. В случае с Головкиным и Лёфлером ситуация обратная. Сейчас есть стойкое ощущение, что это не Лёфлер продвигает Головкина, а Головкин тащит Лёфлера и остальных на своем горбу. Конечно, вы можете всегда сказать, что мы ни черта в профессиональном боксе не разбираемся. Раз Гена ему доверяет, значит, Том все делает правильно. Мы только смотрим со стороны, и в условной битве между Хирном и Лёфлером, на наш взгляд, Эдди побеждает уверенно. В-третьих, это медийный потенциал. Вот здесь на самом деле кажется, что боксеры примерно равны. Головкин крайне обаятельный человек в жизни и монстр в ринге. И там, и там фотографам всегда удается выцепить отличный кадр. Головкин очень фотогеничен и брутален. При этом он панчер. Чаще всего он крушит соперников в ринге. А зрителям нужна кровь, нужны нокауты. В этом плане со своей медийной задачей Головкин справляется отлично. Пункт, в котором он также преуспел в последнее время, это трэш-токинг. Словесная битва с соперниками в СМИ. То, как он высказался подобен Куальвареса, говорит о том, что Головкин полностью освоился в профессионалах. Он уже научился подогревать аудиторию. Но есть одно «но». Это его английский. За несколько лет жизни в США Головкин по-прежнему не владеет языком на свободном разговорном уровне. Об этом даже недавно говорил его тренер Абель Санчес. Цитата. «Иногда ему трудно общаться с кем-то, потому что его английский просто ужасен. Он говорит, но люди понимают это не так. Как то, что он действительно хотел сказать. Некоторые переводчики вообще не из бокса. Они переводят то, что слышат, а не то, что Головкин хочет донести. В этом плане винить Головкина сложно. Есть категория людей, которым языки не даются. Похоже, что наш чемпион как раз из их числа. Именно поэтому представить себе картину, когда Альварес и Головкин активно и уверенно поливают друг друга на пресс-конференциях перед поединками, сейчас, скорее всего, невозможно. А напомню, что именно таким образом раскачивали свой бой Мевизор и Макгрегор. На каком уровне знает английский язык Ильусинов, сейчас неизвестно. Мы знаем только то, что на русском и казахском языках он общается очень свободно. Хорошо строит речь, не теряется перед журналистами. А значит, определенный потенциал у него здесь есть. А еще Ильусинов, как и Головкин, обладает яркой харизмой. Рекламный контракт у него в Казахстане есть уже давно. А после выхода в профи их число только увеличится. Если к английскому языку Ильусинов прибавит еще и свои хореографические таланты, быть ему в США звездой. Шутка, конечно, танцами Даниар никого не нокаутирует. И тем не менее, перспектива стать звездой как в ринге, так и за его пределами у Даниара есть. Итак, если резюмировать, то на наш взгляд сейчас у Даниара, в том числе благодаря Головкину, а что нам подсказывает, что если бы не было такого бойца на рынке в США, то вряд ли Хирн обратил внимание на нашу страну. Есть огромный шанс, который с его потенциалом он вполне может реализовать. Другой вопрос – это вопрос характера. Профессиональный бокс – это мясорубка из больших денег и мутных интриг. У Головкина хватило стержня, чтобы пробиться сквозь стержня к звездам, не придав своих человеческих качеств. Деньги и слава его не испортили, по крайней мере нам из далекого Казахстана это незаметно. Даниару это пройти еще только предстоит. Ему нужно показать весь свой талант в ринге и не загубить потенциал под коверными играми и многочисленными соблазнами. Будем надеяться, что у него это получится. Презойдет ли он Головкина? Поглядим, Гена протоптал для казахстанских бойцов неплохую тропу, и первым, по которой к чемпионским вершинам как раз может пройти Юлиусинов. О том, что из этого выйдет, мы сможем увидеть через пару лет. А пока не забудьте включить телевизор утром в следующее воскресенье 29 апреля и поболеть за Деньяра. На этом сегодня все. Если вы, как и мы, желаете удачи казахстанским парням на профессиональном ринге, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, за нами уже выехали. Мы говорим обо всем, что имеет значение и может волновать Казахстан сегодня. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok